всем привет мои дорогие друзья подписчики канала мать героиня и так вы у меня на летней кухне в гостях а я здесь буду теперь все чаще и чаще снимать видеоролики потому что готовлю я тут в доме кухни у меня как не было так и нет связи со стекающимися обстоятельствами долгами кредитами подорожанием цен поднятием и так далее в общем не суть главное что в принципе есть где готовить это самое главное просто приходится бегать домой проверять детей пока не спят здесь большую часть работы проводить так что я здесь очень рано утром и очень-очень поздно вечером днем у меня пока что нет возможности здесь что-то делать но я что успела то показала поэтому смотрите вот у меня тут взбивается что-то в блендере планетарном что-то там даже может быть видно лежит в раковине давайте вам расскажу поподробнее так один из последних роликов был посвящен заготовкам заготовки у нас были обеда первых блюд точнее бульона и немножко было эксперимента что сделать что будет с супом если его заморозить с картошкой честно я еще туда не лазила не смотрела прошло уже несколько дней и сейчас я достала еще говядины еще индюшатины и в общем собираюсь делать еще вторые блюда тоже на заморозку здесь у меня взбивается масло но видите какой белоснежные белоснежные сливки какие это непростое масло это козье масло будет его немножко его чуть-чуть поэтому взбивается не в маслобойке а именно здесь в этом планетарном миксере ну что ж пока взбивается масло давайте посмотрим что у нас тут происходит я честно даже не открывала морозилку смотрю 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 ну смотрите ничего главное не лопнуло да контейнеры расширились хорошо что я оставила место так наверное стоит достать вот у нас суп с картошкой давайте достанем один контейнер и остальные останутся пока в морозилке а этот потихонечку разморозим и посмотрим что там что там получилось с картошкой я промыла мясо у меня тут индюшки крылья дюшки и видите сколько мяса у меня даже есть ребрышки свинины оставшиеся и большая часть говядины я хочу прокрутить во-первых фарш сделать котлеты и из остального все отварить опять бульоны заморозить их а мясо пустить ну либо на второе либо не знаю куда может быть бульон опять добавлю да и все процесс отделения пахты все выключаем выключаем а то сейчас здесь все мне забрызгает смотрите как здорово то есть вот только-только было масляное зерно и пахта отделилась отщелкнулась и масло все прилипло к венчику супер вот так выглядит масло которое взбилось как из которого отделилась пахта вот она слитая эти классная штука ее можно из нее можно делать там всякие блинчики оладушки а можно еще выращивать поросят на пахте они очень вкусные потом выходят так ну что давайте аккуратно его вытащим как она плотно забита да как это интересно получается что масло все налипает на венчик когда взбивается полностью сейчас такая красота у меня тут да интересно какой же выход но вот не взвесила к сожалению сливки не замерила теперь вот следующий раз когда буду сепарировать обязательно так сделаю так ну что же осталось промыть почему масло промывается потому что пахта начнет через какое-то время горчить нам нужно освободить жир полностью от вот этой вот пахты от этой жидкости которая отделяется в процессе вот так туда уложим помнем моя задача вымыть вымыть это масло чтобы не было пахты там ни капельки ну и отжать его полностью от воды так масло у нас полностью промыто сейчас мы взвесим кладем на весы коп и получилось семьсот двадцать пять грамм это очень круто это даже я не ожидал что из такого небольшого количества масла и кажется там может быть литр был не знаю вот ну в общем я не ожидал что будет так много масла хватит на пару деньков покушать с детишками в этом и есть вся прелесть жизни деревне у тебя всегда под рукой свои продукты если я еще посажу этому году огород не исключено вот то у нас будут еще и свои овощи но в принципе уже то что я выращиваю масс масло выращиваю замечательно в принципе даже то что я выращиваю мясо приготавливаю для своих деток для своей семьи молочные продукты это уже огромный плюс нашему здоровью иммунитету и все в таком духе все в общем с маслом разобралась теперь надо заняться мясом и сейчас я его буду мясорубить проворачивать через мясорубку поехали друзья мои я отвлекаюсь очень от работы потому что я вижу даже ваши комментарии а как же ты успеваешь и с детьми и с готовкой вот поэтому да я бегаю туда-обратно и сейчас дети уже проснулись мне надо было их покормить попоить и опять спать уложить ну пока короче не уложила в маленьких я не смогла вернуться на кухню и уже не утро уже день сейчас я буду продолжать тему приготовления заготовок заморозок полуфабрикатов и если в предыдущих сериях вы смотрели как я делаю супы то в этой серии вы будете смотреть как я буду делать котлеты я приготовила стакан кружку молока она у меня кстати парное черный перец классика сушеный чеснок почему именно сушеный потому что если добавить свежий и котлеты пойдут на заморозку потом после размораживания приготовления будет специфический вкус и запах который не нравится моим детям хлебушек не очень много нам потребуется но не знаю кусочков кусочков 5 наверное максимум конечно же без корочки и вот видите блендер сейчас я собираюсь чистить лук лука у меня здесь тоже пока не знаю какое количество то есть мы все взвесим я вам все скажу не обращать внимание на этот чеснок который сюда попал я его не собираюсь добавлять в котлеты но я хочу сразу сказать что лук я буду измельчать именно блендером чтобы он прям был совсем не заметен в котлетах и после тоже разморозки чтобы не выдавливалось из него много жидкости потому что пропустив через блендер мы отожмем лук обязательно итак дорогие друзья я сделала ровно три килограмма мяса из которого будет делаться сейчас фарш и вот пока еще не знаю сколько здесь лука почему три килограмма ну потому что у меня тупые ножи и сейчас мне их точить некогда и некому поэтому поэтому здесь килограмм лука и это много нам нужно отложить где-то наверно около половины луковиц чтобы получилось где-то 500 грамм на три килограмма лука 500 грамм будет достаточно вот где-то приблизительно вот так я сейчас просто еще старый взвешивая но я знаю сколько она весит поэтому на три килограмма мяса полкило лука я сейчас хочу подготовить хлебушек обрежу его от корочек и замочу в молочке мы нарезали хлебушка мы его сложили в мисочку и залили парным молочком я думаю стакана молока точно хватит кружки молока или стакана молока как правильно сказать все это замачиваем пускай он хорошенечко в себя все впитает а мы в это время займемся луком лук я для начала потру на терке вот такой который я всегда пользуюсь у себя на кухне говорят они сейчас очень подорожали раньше стоила такая терка немецкая три с половиной тысячи рублей она мне уже служит больше двадцати лет мне очень нравится она не тупится в общем чтобы блендеру было легче справиться сейчас мы натрем на терочке сначала лук измельчили далее самое интересное это конечно же прокрутить мясо я буду проворачивать второй раз мясо волокнистое и прям тяжело было на мясорубке прокрутить почувствовала в процессе но я думаю вы заметили но слава богу прокрутила сейчас вот второй раз прогоним и уже дальше будем смешивать с другими ингредиентами вот мои дорогие друзья у меня получился фарш который сейчас буду месить как тесто хотя тесто и с тестом я почти никогда не работаю будем говорить честно я не пеку вот но с мясом я люблю работать надо его хорошенечко отбить еще одним маленьким секретом является то что я не буду добавлять в эти котлеты яйцо все тоже по той же причине потому что у нас эти котлетки идут на заморозку и сейчас нам надо просто выбить из мяса белок и вот таким способом не очень может быть привлекательным но мы будем это делать и я никогда не говорю про порции того чего я делаю по соли и приправам потому что это все на ваш вкус конечно есть какие-то нормы я знаю об этом но я все-таки делаю все на глаз и так как мне больше нравится не можно найти даже ничего не скажу сейчас я подойду сейчас ребятам сначала то они тоже зовут в общем то вот как бывает на свете так мои дорогие друзья я уже все туда замешала в этот фарш мешала ему полчаса самый длительный процесс вот столько сока у меня слилось с лука все туда добавила и все приправки и сушеный чеснок и хлебушек сейчас смачиваем ручки и быстренько катаем катаем наши замечательные котлетки которые отправятся в морозилку на я такая уже голодная и так набегалась и устала потому что домой мне пришлось за этот час сбегать раз пятьдесят и естественно все здесь оставлять бросать и заниматься там делами в общем на разрыв олечка поэтому извините меня пожалуйста что так вот получается у меня снимать блог другой вопрос что конечно другого варианта и пока что не предвидится пока не приедет надежда вот мы ее все ждем нашу нянечку и и давайте продолжим я вам покажу как я форму и как делаю ничего особенного значит яиц мы не добавляем весь сок мы отжали у нас такие плотненькие котлетки получились и наверное я все-таки правда пожарю чтобы просто посмотреть как получилось а суп представляете вот стоит с утра так и не разморозился мне не к спеху у меня есть суп для детей свежесваренный а этот просто экспериментальный с картошкой нужно было посмотреть что из него выйдет как только разморозится я покажу в конце ролика а вы не переключайтесь и ставьте мне лайки вот такие котлетки у меня получаются я их немножко приплюс новую и давайте посмотрим сколько грамм получается 117 грамм классика жанра оля и котлеты не могу сказать что нам надолго это хватит конечно 3 килограмм котлет это максимум на пару дней а то можете за один за один присед все скушают поэтому я уж леплю покрупнее а вы лепите как вам нравится больше напишите свои комментарии может у вас есть какие-то еще свои собственные секретики которые можно добавить к моим и получится все очень супер классно ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте меня смотреть на яндекс дзене подписывайтесь на мой телеграм-канал конечно же рутуб и что там еще у нас придумал интернет чтобы нам оставаться на связи пойду приготовлю один противень покормлю детей а второй заморожу мясо еще у меня осталось так что все еще впереди до новых встреч мои дорогие друзья очень вас люблю и пока пока